Да, мы, как вы знаете, продолжаем работать над сороковым псалмом. Много очень важных деталей мы видели в прошлый раз. Напоминаю вам, у нас были всякие интересные талмудические цитаты. Сегодня такой, по мне, разгрузочный урок. Потому что каких-то больших проблем, цитаты из каббалистических нет. Даже, собственно, из Талмуда мы здесь особо не наблюдаем. В этих следующих пасуках с 11 и дальше. Но благодаря Мальбиму, как это у нас всегда бывает, мы увидим с вами продолжение вот этой всей логики, над которой мы работаем, логики высказывания царя Давида по поводу его в прошлый раз поставленного ребром вопроса о публичности вообще заявлений о славе Творца, о публичности работы любого религиозного человека. То есть, насколько ты должен активно распространять знания. Нам кажется, с первого взгляда, что любой человек должен активно распространять знания некоторых лидеров некоторых направлений иудаизма. Послушать, так получится, что выучил букву Алиф, еще не знаешь букву Бет. Так пойди научи этой буквы Алифа своего соседа. Потом выучишь Бет, научишь и соседа. То есть, сразу, буквально, еще до того, как ты вообще понял, что это все значит и что с этим по-хорошему надо делать, уже иди и передавай знания. Мы, конечно, не столь радикальны. Я имею в виду в наших традиционных еврейских направлениях. Не столь радикальны в этих вопросах обучение соседей. Тем не менее, проблема здесь определенная есть. Потому что лин модуль ламет написано. Учиться и обучать. То есть, эти два глагола стоят рядом, и человек, который учится, человек, который узнает, он, собственно, вроде как должен передавать знания дальше. И поэтому, как в прошлый раз мы смотрели, говорит царь Давид, «Бесарти цедак бекагалра». Я возвещал справедливость в общине многочисленной. То есть, он как раз здесь показывает, что его желание первое, по всей видимости, главное было распространять знания в большом коллективе. Мы увидели с вами противоречие с этим делом. Открывали 63-ю страницу Талмудического трактата «Эрубин», где написано, что в другом псалме гораздо позже, царь Давид говорит, «Сафанте били беймратаха, я прятал в сердце своем высказывания твои», обращаясь к Богу, говорит царь Давид. То есть, получается, что наоборот, он не распространял, а держал при себе знания. И Талмуд дает очень простой, очевидный, наверное, но, конечно, принципиально важный ответ на этот вопрос. Мы с вами в прошлый раз смотрели, когда человек, которого звали Ира, а я Ири, то есть Ребе, учитель царя Давида, был жив, тогда Давид держал свои знания при себе. Предпочитал их не распространять, потому что Ребе его был жив и было кому работать с евреями. Когда работать с евреями уже некому, то есть тогда, когда реально выхода нет и тебе нужно превращаться, извините за очевидную параллель, в говорящую голову, ты уже должен в нее превратиться и никакого выхода у тебя не остается. Поэтому после того, как его Ребе, ну, слава Богу, мой Ребе живой, не дай Бог, я даже и не думал сравниваться с царем Давидом ни в каких аспектах и ни на каких уровнях, как вы понимаете, но когда умер учитель Давида, он, да, был вынужден преподавать, ну, а я начал преподавать примерно тогда, когда оказалось, что на русском языке особо некому эту почетную обязанность поручить. Короче говоря, я возвестил справедливость вообще немногочисленная, это тогда, когда уже вынужденно пришлось заняться обучением евреев. Вот эти две фразы мы не очень разобрали в прошлый раз, они довольно странно выглядят с первого взгляда. И не сефатай ло эхла. Вот, уста мои я не закончу. Это довольно странное выражение, вы понимаете, что вот этот глагол, причем он салифом, глагол сгэем, калам, килам, мы с вами очень хорошо знаем, лихолот, заканчивать, это существует. А вот салифом, что такое, это то же самое на самом деле, никак по-другому это не переведешь, потому что баикалэ, агешем, мин ашамаем, это прямой текст Тора, как вы прекрасно помните в главе Ноах, когда речь идет о прекращении дождя. Баикалэ, агешем, закончился дождь с небес, то есть заканчивается потоп всемирный, прекращаются 40 дней дождей, это то, что прямым текстом говорится в Торе. И там как раз вот этот глагол, каф ламет алиф с алифом, означает заканчиваться. Так, и в этом же псалме мы еще раз его этот глагол увидим прям вот-вот. То есть это вроде, действительно должно переводиться как прекращать, заканчивать. Что такое? Вот я мои уста не закончу, не прекращу. Что это фактически значит? И потом почему-то сказано, ашем, ата, ядата, Всевышний, ты знал. Что Всевышний знал? Очень важный, как и всегда в пророках и писаниях, комментарий Мальвима, здесь просто и быстро разъясняет всю ситуацию. Аханши и Целема, после того, как царь Давид показал нам фразу, что жертвоприношение, которое он приносит, помните, как раз в прошлый раз был о том разговор, он приносит его не потому, что есть и хракию татора, что его заставляет он. Только вот по желанию своего разума и своей души, который добровольно жертвует Богу, он приносит жертвы Творцову. Помните, о чем шел разговор, что такой человек, в уровне выдающегося духовного, как царь Давид, он может рассмотреть как бы внутри себя все эти обязанности, увидеть внутри своей личности, все элементы его организма, его души, которые связаны с разными элементами традиции, с разными законами Всевышнего. И, как это мы с вами цитировали, небесария хезея лука, из моей плоти я узрю Бога. Это означает, что человек высочайшего духовного уровня, вроде царя Давида, он способен путем самопознания, изучения, строения своего тела и своей души, выводить законы Бога и, соответственно, после этого их исполнять. То есть, исходя из своего внутреннего состояния, ощущения, строения, он может соблюдать божественные законы. Поэтому здесь говорится, ямар дальше что-то, кигаммашиумисапэрэта несазэ, потому что он рассказывает про это чудо. То есть, он рассказывает про то, что он может, вообще, что человек может, глядя внутрь себя, познавая то, как устроена его духовная и физическая структура, осознавать, какова воля Бога, то есть, внутри себя видеть то, что желанно Творцу, заповеди, которые Творец хочет, чтобы ты исполнил. То есть, об этом чуде самопознания рассказывает Лифней Кагайра, перед общиной многочисленной. Он это делает, чтобы только это не считалось ему в качестве гаава, гордыни, виднасут и саморекламы, самовознесения. То есть, не то, что вы там все люди простые, вынуждены читать Шулхана Рух, а я Шулхана Рух не читал, и он мне не нужен, говорит, как бы царь Давид, но в его времена Шулхана Руха не был, имеется в виду, я не нуждаюсь никаких внешних источников, говорит царь Давид, для того, чтобы понять, что мне делать и выстроить свою линию поведения, которая будет и желанна Богу. Я сам, понимаешь, в себя смотрю и прям внутри себя все божественные заповеди, внутри строения человека, который называется, как вы понимаете, целым Алуким, образ Бога, все вижу. То есть, чтобы никто не думал, что это делается исключительно из соображений, не дай Бог, саморекламы, и даже не исключительно, а в том числе из соображений саморекламы, Киллоков, Анатолий, Итпэр, как будто у него намерение похвастаться своими потрясающими способностями вот этого самопознания, Киаса Цедек, что он сделал вот такое великое дело, такую великую справедливость, идеал такой обрел, и из-за этого ему помогает Всевышний, потому что он такой классный, такой потрясающий, потому что, как известно, достойно для целостных людей скрывать свою праведность. Это я, знаете, никогда не забуду. Много-много лет назад уж точно как 30 прошло лет тому назад, как я обнаружил в комментариях к Мишне-Бруре, даже не, нет, не в комментариях к Мишне-Бруре, в комментариях Шелхонора и Бергейтове, в начале Шелхонора Хорахаев, что, когда человек встает утром, прям только просыпается, только открывает глаза, он не только должен сказать моды Ани, как все говорят, а еще есть всякие там дополнительные устрожения, когда он промывает глаза, искать Инаем Кайоне, процитировать пару фраз из Широшири, из Песни-Песни. Вот с этим совсем я заявился к своему рыбе, показал, что вот такое, оказывается, есть, а почему бы вот так не делать? Вы знаете и понимаете, что человек тогдашний в моем возрасте 30 лет тому назад, мне было чуть за 20, вот, такой человек очень радикален, очень принципиален, ищет, где бы устрожить, а не где бы облегчить, как сейчас, по прошествии 30 лет, уже сил нет, ни устрожать, ни вообще что-либо делать, не говоря уже про желание. Одна пенсия только маячит на горизонте, вот, а тогда совсем было другое настроение, дай-ка я, мол, возьму на себя побольше обязанностей, говорю я своему рэбе, и он так, как обычно, поверх очков на меня, как солдат, известно на что, смотрит, и говорит, да, солдат на вошь, правильно, и говорит, знаешь что, ну, естественно, разговор идет на святом языке, знаешь что, говорит, во-первых, я тебе скажу, что милиды хасидуты царикли астерминашимы, говорит, что вещи, которые касаются устрожений хасидута, то есть благочестивости особенно, нужно скрывать от людей, то есть то, что ты ко мне с этим пришел, хочет сказать мне мой рэбе 30 лет назад, уже показывает, что тебе этого делать не надо, это как, а вот так, что если ты хочешь взять на себя какие-то дополнительные иудейские социалистические обязательства, бери родной, но так, чтобы никто об этом не знал, потому что если ты это делаешь, перед кем-то, это уже что будет, вот ты с утра встаешь, делаешь больше, говоришь больше, исполняешь больше, чем обыкновенные евреи, и ты обязательно будешь думать в этот момент, что вот, ты своему рэбе об этом рассказал, теперь рэбе знает, какой у него ученик наикрутейший завелся, который просто с утра встает, модеани, вот это вот два слова, он еще и так, и всякий, вот это еще подключил, о какой, думает рэбе, про меня есть у меня, ну, рэбе думает, есть у меня такой ученик, и ты прямо уже весь из себя в своих собственных глазах просто великий цадик, вот уже это все, как говорится, вычеркивается, это отказать, это все не надо, вот, поэтому, как бы, естественно, когда царь Давид рассказывает про свои высокие достижения, про свои способности разглядеть внутри себя всякие тайные мироздания, внутри целого образа Бога, который в нем заложен, разумеется, это очень странно уже само по себе, если он такой потрясающий, зачем он об этом рассказывает, не для того ли, чтобы показаться, не для того, чтобы красоваться этим перед многочисленными людьми, тогда, естественно, будет понятно, что вся их праведность она не во имя Бога, только для того, чтобы выставиться перед людьми, показаться, там он говорит, про это, говорит, так Давид, я, да, возвещал справедливость, ай, ну, цитки, именно мою праведность, мои способности такие выдающие, или кальра, перед большой общиной, и генеса фатай ло ехла, что я не закончу свои уста, то есть, в принципе, что, эй, не царих лих ло ец фатай, я не должен заканчивать, говорить своими устами, то есть, первая реакция, в любом случае, любого человека, на то, что кто-то начинает себя вести так, как царь Давид и рассказывать о своих выдающихся достижениях, это закончить его уста, в каком смысле, зажать этому человеку урод, сказать ему, прекрати, так себя не веду, нельзя о себе такие вещи рассказывать, если что-то можешь, слава Богу, скажи Всевышнему за это спасибо и делай, только тихо, скромненько, вот, каждый хочет так ему сказать, но, говорит царь Давид, в данном случае так говорить не надо, мои уста заканчиваются, закрывают, не надо, потому что ашем ата ядата, ты Бог знаешь, аймэ, правда, шеэнькова на теле, что мое намерение не красоваться, не сообщать людям о своих способностях, а какое же тут намерение, неправильно я, не в существовании, теперь переключился, а вот сюда надо переключиться, на сам пасук, а не на следующего мальбома сразу, цитхатха локисити, значит, свою праведность я не скрывал, бетох, глеби внутри своего сердца, почему, говорит царь Давид, потому что веру твою и спасение твое я сообщал, я не скрывал твою милость, не опротестовывал, в прямом переводе твою милость, для вот этой вот многочисленной общины, о чем идет разговор, ну, я уже сейчас не буду открывать в данном случае комментарии мальбома, своими словами скажу, там довольно много, речь идет о том, что в двух ситуациях обычно существует необходимость для того, чтобы была восстановлена, установлена связь между человеком и Богом, экстренная связь, которая спасает человека, которая поддерживает его, которая чего-то ему, этому человеку дает. И это, собственно, два случая. Во-первых, это тшуа, тшуа-тех, твое спасение. То есть, когда человек находится в катастрофическом положении, и ему немедленно требуется помощь Творца. И это первая причина, почему Давид рассказывает о своих достижениях, о своих возможностях, потому что все это обязательно связывается в его рассказе с теми спасениями, которые он обретал, получал свыше. А это делается в свою очередь для того, чтобы была ему надха, вера в тебя. То есть, рассказывать о том, как Бог помогает человеку в жизни. Это очень хорошо и правильно, потому что другим людям это помогает укрепляться в вере. Вы знаете, есть такая митва рассказывать о чудесах. И эта митва рассказывать о чудесах, она как раз с этим связана. Хотя, конечно, как мы с вами все время, чуть не сказал нехороший глагол, толдычим, мы таки, да, толдычим, повторяем, упорно повторяем, что как Рамбом нам сообщил, ну и в общем, кроме Рамбома, многие там, наши великие раввины еще до него это считают, еще из Талмуда это видно, что евреи поверили Моше, нашему великому пророку Моше Равейну, не из-за тех величайших, потрясающих фокусов и чудес, которые он производил. То есть, мы поверили ему потому, что его связь с Богом по смыслу ее, по цели ее, это величайшие из всех предложений, которые было сделано человечеством. И со смысловой и содержательной точки зрения, мы ему поверим, а не потому, что он показывал фокусы. Но фокусы, они, конечно, и с этим нельзя поспорить, здорово помогают и укрепляют. То есть, тогда, когда мы сталкиваемся, например, с людьми, носителями традиций, которые потрясающие вещи умеют делать, которые влияют на мир, которые своей деятельностью, жизнедеятельностью изменяют окружающий мир, это очень здорово поддерживает, укрепляет человека в его еврейских позициях, укрепляет его веру. Поэтому Давид и рассказывает, почему он говорит, я свою вот эту правильность, свои вот эти потрясающие способности не скрывал, потому что это Эманатха, это твоя вера. На этом очень многое стоит, когда ты рассказываешь, показываешь людям, что ты можешь, свои потрясающие способности, ты таким образом что говоришь? Что ты таким образом показываешь? Ты не себя показываешь, ты показываешь, что человек, находясь в определенных близких взаимоотношениях с небесами, может выходить на совершенно потрясающий запредельный уровень, что, конечно, поддерживает других людей, простых людей, поддерживает их верить. В вере, да? Теперь, локи ха теха с дыховами и второй случай, про эти два случая как раз в следующем пасуке тоже будет речь, второй случай, не тогда, когда речь идет про спасение, про какую-то срочную помощь, которая требуется, а тогда, когда человек таки заработал, ничего с ним вроде пока страшного не происходит, но он заработал на то, чтобы ему за его заслуги что-то дали, что-то сделали, например, наградили какой-то особенной способностью, как сейчас принято говорить, сверхспособность, да? Хаздеха ваамидха твоя милость и твоя истина, то есть та милость, которую даешь, ты истинно, то есть справедливо даешь какому-то человеку за то, что он в жизни своей заработал, да? Так вот, Аташи, ты Всевышний, лотихла, вот этот глагол, который я обещал еще раз, Лотихла рахамехамемень, не заканчивай милосердие свое от меня, хаздеха ваамидха тамид яцуни, милость, твоя истина постоянно будут меня сохранять, охранять. Значит, обратите внимание, тонкий момент, вообще осторожности царя Давида в его высказывании, конечно, не только царя Давида, очень многие наши величайшие выдающиеся деятели иудейские всех времен отличались исключительной чувствительностью и осторожностью в своих высказываниях. Были и неосторожные, достаточно, ну, что сразу приходит в голову, первая глава из пророка Хавакука, где он, ну, по-простому говоря, напал на Господа, начал его упрекать, то есть, все бывало, бывали разные случаи, но осторожность царя Давида здесь, конечно, нуждается в особом подчеркивании. Посмотрите, что произошло. Только что он показал, что если бы в Торе не было написано, как мы в прошлый раз говорили, не было бы написано никаких жертв, вообще никаких законов бы не было написано, да не было бы вообще никакой, не дай Бог, Торы у меня в руках, не дал бы ее Господь, не дай Бог. Говорит, Дави, я бы и сам бы без всякого, не дай Бог такое вообще, не то, что сказать, даже подумать, сенальского откровения, все бы сам из себя вывел, понял и соблюдал бы. то есть глядя внутрь себя человек способен там, ну как мы с вами в прошлый раз говорили, на фишахаем цитировали, Раби Хайма из Воложина, что каждая часть, каждый элемент структуры человеческой личности связан с какой-то заповедью и с каким-то элементом строения духовных миров, и поэтому из каждого из этих элементов человек может увидеть эту заповедь, с которой этот элемент связан, то есть изучить там какую-нибудь свою руку, на которую накладывается тфилин, например, изучить свой этот бицепс, на котором тфилин лежит, и понять, что надо накладывать тфилин, и что надо накладывать тфилин именно сюда, и как это надо делать, и как его браку говорить, то есть теоретически самопознание это такой безграничный ресурс для духовитцев, людей запредельного высокого уровня. Так вот, он все Дамиль говорит. После этого он заявляет, ты Всевышний знаешь меня. Я говорю это все не потому, что я хочу показаться великим, а для того, чтобы брябчать евреев к нашим ценностям, укреплять их веру, то есть показываю такие потрясающие возможности, связанные с праведностью как таковой, то есть вот что праведный человек может достигать таких вершин для того, чтобы люди хотели становиться праведными, для того, чтобы люди укреплялись в вере, то есть это делается исключительно из высших соображений. тут, как это называется в светской литературе, чтобы только не получилось, чтобы библейский змей поймал себя за хвост. Что означает это известное выражение? человек вроде как действительно старается делать из высших соображений только благими намерениями заполняет дорогу, но чтобы эта дорога не вела в известное место, вы понимаете, то есть тогда, когда я говорю, вот в момент, тонкая деталь, в момент, когда я говорю людям, говорю Богу, смотри, я это делаю не для того, чтобы показаться, я делаю это из высших соображений. Вот я сейчас произнес эту фразу, давайте поиграем в эту игру, в которой невозможно выйти победить. Вот я вам говорю, я такой-то, такой-то, очень приятно, здрасте, я не то, что вот цадик праведник и рассказываю вам о том, что я цадик, потому что хочу показаться таковой ни в коем случае. Я вам рассказываю о том, что я цадик и показываю, каких вершин могут достигать цадики только из высших соображений, чтобы вы увидели эти вершины и вам внутри стало хорошо от того, что вы находитесь внутри этой великой традиционной системы, что вы изучаете эту великую традиционную мудрость, чтобы вы укрепились в этих позициях, только ради этого я это делаю. Что сейчас случилось, вот когда я все это сказал? Не случилось ли так, что когда я все это говорю, я собственно показываюсь цадиком, я собственно красуюсь перед вами, то есть я сейчас красовался перед вами тем, что я ничего не делаю для того, чтобы красоваться. ну факт, это же понятно, то есть я говорю, что делаю все из высших соображений, сам факт того, что я это произношу, даже если это правда, сам факт того, что я это произношу, это уже выглядит как самореклама. Самореклама в том месте, в той детали, в том сегменте, в котором я такой бескорыстный. Демонстрация бескорыстия это тоже называется лид поэк, красоваться перед кем. Потом я говорю, вы знаете, вот так вот получилось, что я сейчас красовался перед вами чем? Тем, что я сказал, что я это делаю бескорыстно. Ну вот, понимаете, вот я вот красовался перед вами тем, что я это делаю бескорыстно, тоже бескорыстно. А вот вы знаете, я сейчас сказал, что я красовался перед вами тем, что я бескорыстный и сказал, что я бескорыстный и это тоже выглядело не очень хорошо. Это тоже было бескорыстно, вы понимаете? И вот эти вот круги, а они могут нарезаться бесконечно. И где вообще предел этому всему? Предел этому всему нигде. То есть в любом случае, как бы человек не формулировал, какой-то элемент, какая-то опасность того, что он показывает себя бескорыстным и красуется перед людьми, опасность, нескромность и гордыня, она все равно будет присутствовать. Поэтому осторожнейший царь Давид, после того, как он все это сказал, нарезал несколько кругов своего бескорыстия, он говорит, Атаашин, ты Бог, лотихла Рахаме Хамедвине, не заканчивая милосердие свое от меня. То есть если с точки зрения твоих, Господи, высших стандартов все-таки получилось, что я, не смотря на все мои самые высокодухомные намерения, с какой-то стороны все равно выгляжу человеком, который саморекламируется. Если с какой-то стороны это все-таки так выглядит, давай не будем вот эту маленькую деталь неприятную ставить мне в упрек. Пожалуйста, Господи, говорит царь Давид, давай мы на этом не будем концентрироваться, потому что все-таки, ну в общем и целом же намерение правильное показать людям возможности того, кто достигает высот праведности, это же действительно очень полезное дело. Поэтому давай-ка мы не будем на мелочи обращать внимание и, пожалуйста, во-первых, не заканчивай милосердие своим. Это первая деталь, только что мы говорили, когда человек нуждается в срочной помощи и спасении. Тогда мы говорим, не заканчивай свое милосердие. Пусть милосердие Творца, его спасение будет постоянно рядом. Ну и, соответственно, вторая деталь, Хасдэхавами, Тихотами и Динцоги. Пусть твоя милость и твоя истина всегда меня охранят. То есть, если я таки что-то заработал, а он заработал. Вот тем самым фактом, что он сейчас изложил свои вот эти потрясающие способности, рассказал людям, что вообще возможно считывать с этого строения, божественного строения человеческой личности какие-то запредельные духовные смыслы, законы прям формулировать, глядя внутрь себя. Что до такого вообще в принципе человек, старающийся приблизиться к Богу, может дойти. Это же заслуга большая. Показать людям такую вещь. Это очень поднимает людей, находящихся внутри традиции, поддерживает их веру. То есть, заслуг какая-то есть. То есть, несмотря на какие-то мелкие широковатости, вот эти вот круги, в которых человек пытается избавиться от тени маленькой, все более маленькой тени гордыни, несмотря на все это, давай мы будем иметь в виду, что существует заслуга, которая в принципе по справедливости нуждается в оплате. Видите, царь Давид лично обращается к Творцу, намекая на то, что он понимает, что всегда, в любой ситуации, как бы ты ни старался быть бескорыстным, в момент того, как ты себя показываешь, есть какая-то небольшая тень, самореклама, давай не будем на это обращать внимание, потому что пользы гораздо больше, чем вреда. Что, конечно, абсолютно справедливы. Дальше вот этот вот глагол, ну совершенно непонятно. Вот сколько живу и читаю псалмы Давида, а они, то есть апофуникам думают, это слово, которое мы постоянно в Галиле читаем. Вот что за афуфу? Что за афаф такой? Ки афуфу ала ирао? Адэйн миспар. Ибо окружили на меня, ну окружили меня, бедствия, виды зла, раот, да, адэйн миспар, до бесчисленности, до того, что нет числа. То есть меня окружили бесчисленные виды зла. Что за слово афуфу? Откуда оно вообще взялось? Я обращу ваше внимание на наших комментаторов. Как они ведут себя по поводу этого слова. Значит, раше вообще, понимаете, вот блещет многословие. Афэфу, раше, это значит сивеву, лесове, покружать. Спасибо большое. Почему не написать нормальное человеческое слово сивеву? Чем афэфу лучше, чем известное слово лесове покружает? Неизвестно. Дальше, ну, мецудот. Мы с вами в крайних случаях мы прибегаем к равену Альтшулеру, потому что шат, простой смысл у него, это прям конек в лучшем смысле этого слова. Сивеву окружили. Он еще добавил к раше, значит, из 18-го псалма, то, что мы с вами видели, афафуни, хевли, мады. Окружили меня путы смерти. Спасибо. Чем слово афафуни и афэфу лучше, чем сивеву не и сивеву? Чем это отличается? То есть, тут надо, конечно, говорить с нашими лингвистами, а может, лингвисты и не помогут, надо говорить с каббалистами. Тут что-то спрятать. То есть, царь Давид, который использовал этот глагол аф-аф, который похож на плави, не собачки. Непонятный момент. Причем, вы понимаете, что тут какие-то фокусы, конечно, заложены. Глагол сивев, он тоже, понимаете, имеет в себе две одинаковые буквы, два бета, сивев, бет и бет, и царь. А глагол аф-аф, он имеет два п и алик. И то ли, какая-то тут идея, с гематрией непонятно что, понимаете, ну, 80 и 80, 161, ну и что? Куф сам и хальт, что? Ну что? Ну непонятно что. Гематрия вроде не просматривается, ну вот так, не в всяком случае не очевидное. Очень хитрое слово, загадочное слово, которое любил царь Давид. Видите? Кя-фе-фу-алай-раот. Меня вот так вот окружили, значит, да, кстати говоря, хорошо я вспомнил это, однажды мне сказали много лет тому назад, что вот это а-фе-фу-алай, оно очень странно тоже выглядит, потому что в 18-м псалме мы видели а-фе-фу-ни окружили меня. Чем не нравится? Прошло несколько псалмов от 18-го до 40-го. Царь Давид вдруг сказал вместо а-фе-фу-ни окружили меня, а-фу-алай окружили на меня. Почему-то вдруг вот этот глагол здесь он употребляет со словом алай на меня. То есть по всей его видимости, как мне когда-то много лет тому назад сказали, что этот глагол а-фе-фу, чем он отличается, ну хоть что там, хоть какая-то информация, от сививу, от обычного глагола окружать, что это окружать не только со всех сторон, а еще и сверху. Поэтому алай на меня, окружили на меня. То есть со всех сторон в смысле и сверху тоже. То есть со всех абсолютно сторон просто под колпаком человек оказывается вот этих вот бедствий. ну и кто как не цель давить, понимаете, хорошо знал, как это бывает, когда на его голову сваливается все и вокруг со всех сторон еще подступает. Поэтому его обычное положение. И сегуния воно-то постигли меня мои грехи. Понимаете? Здесь он уже говорит по всей видимости не о каких-то тонкостях, о которых мы только что говорили, что маленькая тень корысти, которая может показаться. Тут уже речь идет о серьезных вещах, о его серьезных ошибках, о которых мы все хорошо знаем, а он знал о них еще лучше, чем мы гораздо. Блой я холти, и я не мог лирот видеть. Что это значит? То есть вот эта вот окруженность бедствий из-за постигших грехов, она такова, что человек не может видеть. Это очень сильное, очень точное на самом деле выражение, как всегда у царя Давида. Погруженный в это состояние, состояние повторяющихся, повторяющих себя ошибок человек, в какой-то момент просто становится слепым. Он просто не может видеть. Имеется в виду, что вот повторяя постоянно какие-то ошибки, выбрав какой-то неправильный вообще путь, в итоге, в конце пути, в конце этого пути неправильного, человек уже как бы слеп. Он уже вообще не в состоянии видеть, где в действительности он находится, куда он забрел по этому пути. Пример, пожалуйста. с вами хорошо знаем, как царь Давид воспитывал своего с какого-то момента после смерти Амнона и Афшалома старшего сына Адония, главного претендента на престол. Как говорит в прямом тексте в начале книги царей Танах, Меоламла отца Адония, что отец его никогда не огорчал. То есть воспитательный процесс он, конечно, проходил, но без огорчения. После того, как царь Давид потерял двух сыновей, были убиты Амнон и Афшалом, по всей видимости все методы более или менее жесткого воспитания, просто применять царь Давид был не в силах. И он воспитывал Адония уже совершенно по-другому. Мягко, нежно воспитывал только добром, добрым словом. Как сейчас принято. Вот как нам сейчас рассказывают большие специалисты по детской психологии, чтобы они прям все были здоровы. И что вот к ним относились их дети, так как они их предлагают воспитывать. И что ни в коем случае наорать, не дай бог, внять руку на ребенка это сразу попасть в наручники этой рукой. И все. Прекрасный пример. Добрым словом. Вот он и воспитывал. Прекрасным примером, добрым словом. Очень современным царь Давид. Закончилось это, как вы помните, смертью и этого Аданиягу тоже. Ну, слава богу, царь Давид хотя бы не дожил до того, что погиб Аданиягу. Вот. Но попытка захвата Таруна, попытка захвата власти в стране, предпринятая Аданиягу, она была как раз результатом этого воспитания замечательного. Потому что по всей видимости, Аданиягу, предпринимая эту попытку захвата власти, как написано просто в комментарии Раши, фактически, в Альбимов, других комментариях, он был уверен, что, что бы он ни сделал, на все папа скажет хорошо, молодец. Ну, так как нам рекомендуют говорить современные горе-психологи, горе-воспитатели. Что бы он ни сделал, его надо похвалить сначала, потом, может быть, так чуть-чуть где-то так, ну, ты же такой прекрасный мальчик, или ты такая чудесная девочка, ну, вот, может быть, можно было, вот это тоже хорошо, потому что ты сделал это тоже хорошо, ну, вот, ты знаешь, можно было сделать было лучше. Ну, и Аданиягу ждал именно такой реакции на захват власти. Захватил, и слава богу. В принципе, можно было этого не делать, да, я знаю, папа, не утруждайся, ты уже пожилой человек. Но так, в принципе, спасибо за похвалу, как обычно. Захват власти закончился, катастрофа, как вы понимаете, да, но, вот, вот, это называется избрать определенный путь, и потом уже просто на нем ничего не видеть, потому что, когда Батшева пришла, как вы помните прекрасно в тексте книги царей, вначале, просить за царя Шломо и рассказать о том, что Аданиягу захватил трон, если бы пророк не пришел в следующий, милый те двора, и не восполнил недостающие звенья в речи Батшевы, то скорее всего царь Давид, ну, во всяком случае, из текста видно, что он бы так и все это и оставил. Ну, да, типа, я обещал, что царем будет Шломо. Конечно, я обещал, но сейчас уже какая ситуация? Обещание же уже нарушено, Аданиягу же уже захватил трон. Ну, что вы от меня хотите, я старый больной человек. Все. То есть, такое, в принципе, тоже как версия, как вариант рассматривалось. Пришел пророк, навел порядок, царя Шломо поставили, да, но это называется просто не видеть. Ацму миса аро троши. Выражение это очень редкое. Если мы его где-то видели, оно именно отсюда. могучий, чем волосы моей головы. Выражение это фактически означает, что у меня грехов больше, чем волос на голове. Но преувеличение, конечно. Это у нас с вами может быть грехов больше, чем волос на голове. Да и то мы можем надеяться, что, учитывая густоту нашей шевелюры, что, может быть, ну, не намного, но волос-то, может, и побольше, чем грехов, не хватало еще. Царь Давид, Ацму миса аро троши. Что это такое? Что он хочет сказать? Ну, не многочисленнее, чем волос. Грехи, они не многочисленнее, чем волос. Ацму. Они могучие, мощнее. Их, может быть, две-три штуки. Но лучше бы они были маленькие, их было больше, чем волос. Потому что на фоне его огромности, на фоне его личности, каждый маленький просчет, как мы с вами знаем, вырастает до небес. И вот это вообще непонятно что. Валиби Азавани. И сердце мое оставило меня. Что? Сердце мое оставило меня. Давайте попробуем прочитать. Мальбима хотя бы. Хотя бы просто. Видите, мне совсем мало вроде как. В тот момент, говорит Мальбим, за царя Давида, когда окружили надо мной, закружились надо мной, окружили меня со всех сторон. Вот эти виды зла до бесконечности, а я, асибалец, была причиной этого. Потому что и сегуния вонатай, потому что меня постигли мои грехи, шалидея вонатай, бауалайрау. Исключительно из-за моих грехов пришли ко мне эти бедствия. Можи готов, как сказано, прям не знаю я, зачем это сюда вставляет Мальбим. Все прекрасно помним, откуда это дело. Там утрактатанин, где Рабиханин Абендорса сходил в лес, закрыл голой пяткой нору с огромным змеем, змея укусил Рабиханину, подавился и умер. Рабиханин вытащил из норы змея, наделывался, как манто, на плечи и пошел в Ешиву со змеей в виде шарфа. И пришел, и показал эту змею, и произнес эту замечательную фразу. Банай, дети мои, здесь еще не хватает возгласа, дети мои, луаннахашмами, нини, только ород там было, не нахаж, он назывался просто другим словом, словом ород. Не змей убивает, а грех убивает. Спасибо вам большое, уважаемый Рабиханин. Понимаете? Нам нельзя закрывать голыми пятками дыры со змеями, потому что нас укусит и не подавится. Умрем мы, а не змей. Потому что мы не Рабиханин и Бендоз. Но в любом случае, то, что хочет сказать здесь Мальбин, что да, конечно, признает Давид, я страдал, еще как, но это всегда задело, это совсем другое. Сейчас мы говорим не о том, как я страдал, о том, каких высот мне удалось достичь из-за того, что я старался приблизиться к Творцу. Ракану хилу и холтирод. Я не мог видеть, что такой иной мирот, что а вон у меня сироти, а меня сироти. Что мои глаза были закрыты тем, то есть я не знал, что грех меня мучает. То есть когда я шел по неправильному пути и заходил в тупик и страдал, я из-за того, что пошел по неправильному пути, в какой-то момент уже не мог видеть, как мы сказали только что. И несмотря на то, что мои грехи мощнее, многочисленные, как бы, чем волосы в моей голове, то есть было столько грехов, что мне уже наконец надо было их заметить, увидеть их влияние. Миколь Моком все-таки, как Мальмин, вывернулся, либиозование. Сердце мое оставило меня в каком смысле? Понимание, ощущение. Сердце как инструмент чувствования, ощущения происходящего. Как мы говорим, сердцем чувствовать. Вот сердце мое, то есть самоощущение, правильное самоощущение, камертон эмоций оставил меня. я не мог осознать, различить с помощью сердца, что вот эти бедствия, они пришли ко мне именно из-за многочисленных грехов, а не по каким-то другим причинам. и поэтому он снова обращается к Творцу. Рце Ашем благоволи ко мне Бог ля целейни Ашем Всевышний ле изратих уши. Ну, наверное, так надо все-таки правильно делить посуду на 3,3, да. Благоволи Бог, чтобы меня спасти и Ашем ле изратих уши Всевышний к помощи моей на помощь мне. Куша поспеши. Казалось бы, очень простая фраза. Обыкновенная молитва. Рце благоволи Бог ко мне, чтобы меня спасти, а потом еще раз обращение к Богу на помощь ко мне спеши. Естественно, мы спрашиваем, какая в конце концов разница между двумя этими частями фразы. простота о порядок слов. То есть в первой фразе почему-то имя Бога стоит все едины. Не как там терцений, например, как иногда Давид говорит, такая фраза у него есть, да, слово такое есть, возжелай меня, да, то есть прояви благоволение ко мне. Просто рациэше благоволи Бог, лео ци, чтобы спасти меня. Не написано благоволи ко мне. И имя Всевышнего в середине. А потом в начале, во второй фразе, в начале имя Бога, и потом лео из рати. Хуша, на помощь ко мне поспеши. Чем отличается благоволи, чтобы меня спасти и на помощь ко мне поспеши. Очень тонко, очень непонятно сформулировано. То есть кажется, простая фраза, Бог, помоги, и все. Нет, не все. Все формулируется очень хитро. В первой фразе мы сразу обращаем внимание, что рациэшэм это глобально, вообще это не касается самого царя Давида. Благоволи вообще Всевышний. То есть благоволи потому, фактически, да, что ты называешься этим именем бесконечного милосердия. Благоволи к кому? Вообще к миру. И тогда это будет для оцеления, это будет, чтобы меня спасти. Потому что если Творец общо, глобально проявляет милосердие к миру, то уж точно такого праведного человека с такими огромными заслугами, как Давид, он спасет. Понимаете, в чем идея? То есть сначала ты прояви общее милосердие, то есть ты как бы встань на позицию добра и милосердия в отношении мироздания, и это, конечно, приведет к спасению такого человека, как Давид. Потому что не спасать такого праведника, как и Давид, и придираться к его небольшим просчетам, не обращая внимания на его величайшие достижения и заслуги, можно не тогда, когда ты благоволеешь к миру, а именно тогда, когда ты стоишь в позиции суда и наказания, то да, находясь в позиции суда и наказания, Творец может начать придираться к праведнику. А когда он вообще, в принципе, ко всему миру, даже к самым большим злодеям, неправильно ведущимся людям, он благоволит, ну, на фоне этих злодеев, разумеется, такой цадик, как Давид, вроде как, он обязательно будет спасен. Это первые три слова. И вторые три слова совершенно другая позиция. Обращение сначала к Богу. Лично. По всей видимости, в той ситуации, когда все по-другому. Суд распростирается над миром. Наказание страшное время. И поэтому сначала надо призвать это четырехбуквенное имя, имя милосердия. То есть воззвать к милосердию в момент суда и сказать «Ле Изра Тихуш именно на помощь мне поторопись». То есть тогда, когда наказывают такого праведника, как Давид, вот в этот момент, когда суд распростирается над миром. И даже такого великого человека наказывают, несмотря ни на какие его заслуги. Тут понятно, Давид обращается к Творцу с просьбой поменять эту ситуацию, поменять суд на милосердие и поторопиться его спасать. Ну, с Божьей помощью мы будем продолжать дальше, будем с Божьей помощью работать. Тут уже видите «Евошавиях пруях отмывакши навши лесфота», да, чтобы так сказать застыдились и опозорились все вместе те, кто ищут души мои, чтобы ее уничтожить. Чтобы все враги были посрамлены сразу вместе. Я согла окор, чтобы они попятились назад и к лму, и опозорились те, которые желают мне зла. Ну, и тут видите набор слов, означающих стыд и позор, и опозориться, и застыдяться, все это примерно одно и то же. Буша, херпа, клема, все эти слова они означают примерно одно и то же, казалось бы, позориться и стыдиться. Что он конкретно имеет в виду? Здесь оттенки этих глаголов в еврейском языке с Божьей помощью уже мы с вами в следующий раз посмотрим. Всего самого наилучшего, будем продолжать работать и оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.